Привет, комрады! Сегодня вот такой ролик будет довольно-таки специфичный, ничего я не вижу, на солнце нахожусь, поэтому буду так рассказывать примерно. Примерно вижу, где я и нахожусь, ну ладно. Так, пришел ко мне Норвег. Норвег, это норвежский топор для изготовления домов, где чашка делается по норвежской канадской технологии. Те, кто в курсе, те знают. Проблема в чем была? Этот Норвег мы сделали один из самых первых, что мы вообще, в принципе, делали с норвегов. Это была вторая уже версия, более маленький он, более компактный, чем первый топор. Там их два вида, кому интересно, на сайте посмотрите. Вот, особенность его в чем была? Когда мы начинали только ковать, когда начинали ковать, у меня было немножко другое понимание по заточке норвегов. Я старался делать наиболее высокую заточку, наиболее тонкую, и угол заточки у меня был примерно 20 градусов. Это было года полтора назад, наверное, когда мы только начали их делать. Вот именно с норвегами. Именно в тот момент у меня было такое понимание. То есть прошло какое-то время, у меня изменилось это понимание, потому что люди рубят не только чистый идеальный лес, но бывает и через сучки, как бы там, чашки всяко разные. Поэтому нагрузки 20-ти градусной заточки на нее были слишком большие, то есть и получались зачастую там, ну, лезвие помнет или еще что-нибудь. И как бы с тех пор, ну, бывали такие ситуации, то есть вот старая версия пришла Норвега, у него было помято лезвие. То есть человек купил, там где-то на складах у Рубанкова еще лежали эти старые версии, вот он взял. Я тут определил, просто мы сегодня с братьями смотрели там, по клепкам, по всем, по этим моментам. То есть когда этот Норвег вообще был сделан-то? И все-таки поняли, что это вот одна из самых первых версий, что делалось. Ну и соответственно с очень высокой тонкой заточкой. На сегодняшнее время я их делаю для норвежек, именно для норвегов 25-ти градусную заточку. То есть угол не 20 градусов, ну, угол заточки, а 25 градусов. Поэтому сейчас я его переточил, позади меня стоит ель, то есть все знают, что это довольно-таки твердые сучки. Ну и покажу просто, что он выдерживает после перезаточки на 25 градусов. 20 градусов он не выдерживал, а 25 градусов. Сейчас и посмотрим. Мы уже ее обрубали, ну, повыше есть там целые сучки, все они сухие. Сейчас попробуем. То есть солярная заточка, она в принципе не предусмотрена, то есть рубить сучки, ну, тем более еловые там. Ну, вот тем не менее, вот видите, если будет видно, я, сам если честно, особо не вижу, потому что тут так плохо. Солнце прямо в глаза светит. Очень яркий день. Ну, в принципе, заточка нормальная, то есть она уже спокойно будет держать. По работе по сырым, то есть сырым бревнам, сырыми сучками свежими, то есть это будет нормально, то есть без проблем. Специфика работы норвегам заключается в том, что эту заточку надо точить вручную. Это очень сложно, нужно, чтобы была поставлена хорошо рука, чтобы проблем не было. И я точу гриндером, то есть я не рублю дома и как бы не работаю, но... Если покупают серьезные фирмы, у них гриндер есть, то есть как бы те, кто конкретно занимается такими серьезными рубками, у них гриндер есть. Если же у вас гриндера нет, и точить все равно нужно, придется что-то придумать, какие-то приспособы, либо там, чтобы он как-то устанавливался, можно было камнями на определенные эти, ну, как их, заточные системы, на всякие, знаете. Либо надо будет делать приспособу на базе шлифмашинки, либо маленький гриндер покупать, либо большой гриндер, все зависит от ваших финансов. Но точить столярную заточку просто руками сложно, то есть вы будете угол заваливать постепенно, то есть ту плоскость, которую, видите, тоже нет подводов. Плоскость идет, то есть от начала до края спусков, то есть ее надо точить, в принципе, всю плоскость сразу, чтобы нормально получалось. Поэтому вот, с этого возникает проблема. Вот так, ну, и ловый сучок вот, в принципе, держится. Внизу здесь, видно, не видно, поближе ли я, поближе. Очень жестко, то есть. Вот, видите, даже вырубаются они. Застревают прям на лезвии. Ну, 25 градусов это уже позволяет делать, то есть плоскость работы, она по большому счету не изменилась. Сейчас покажу, поближе поставлю камеру. То есть, работа столярного топора, столярного топора подразбивает очень острую плоскость работы. То есть, вот, как показать. Отсюда сейчас покажу. Видно, нет? Видите? Главное, чтобы он тесал, правильно? То есть, у него эта плоскость сохраняется. То есть, он практически вертикально работает. Видите? Буду кору поддирать, чтобы свежей коры не доходить. Вот еще можно. Сейчас возьму какую-нибудь обрезки пиломатерины. Тоже можно показать. Видите? Вот под таким углом он начинает тесать. 20-й угол. Просто я точил более острый. Конечно, он на меньшей плоскости. То есть, как бы, ну, максимально вертикально. То есть, он еще более вертикально. Работал. То есть, еще ближе. Меньше угол был между... Как бы, сейчас вот такой угол, да? Цепляет. А на 20-м он еще острее цеплял. Но стойкость, как бы, его уже непозволительно мала. То есть, уже получались проблемы. Сгибало. Не вламывало, как бы. Лезвие не портило окончательно. Но получались всякие волны. Некрасивые, нехорошие. Вот. Так что, топор, в принципе, переточил. Сейчас его отправлю обратно. Отправлю обратно. Пускай человек дальше пользуется. И все сейчас современные наши Норвегии, они идут тоже с 25-ти градусным заточкой. То есть, как бы, такая, как бы, защита от того, чтобы уже... Кто-то работает на 20-х углах, то есть, без проблем. Ну, это надо... Ну, и надо уже обладать специфичным навыком, умением таким, с таким углом работать. Довольно-таки острым. От 25-го какие-то уже ошибки прощает. То есть, попроще все. Вот. Норвегии у нас с тех пор изменились, стали легче, лопасть стала тоньше. Поэтому здесь она довольно-таки высокая заточка, толстая лопасть. Там заточка пониже, потому что угол 25-й. Вот. Раньше у нас большой норвег был 3,5 килограмма. Ну, вместе с ручкой. Сейчас он стал что-то в пределах около 3-х с рукоятью, то есть, и 2,5 килограмма самотков. Ну, маленький там... Надо посмотреть на сайте, я не помню, сколько маленький весил вместе с ручкой и без ручки. В принципе, норвеги стали потоньше и полегче. То есть, это тоже для них важно, потому что, в принципе, норвега, это как большая стамеска, то есть, работает, чтобы вот плоскостя в чашках выбирать. Поэтому это... как бы специнструмент уже. Ну, ладно. То есть, я что хотел показать, показал. Топор работает. Держит сучки нормально уже. Проблем не будет. Все. Всем счастливо. Всем счастливо. Сейчас снимаю ролик по изготовлению рукояти. Кому интересно, посмотрите весь процесс там от начала до конца, чтобы люди могли сами делать ручки без... Ну, и сломали там, не сломали, или другую ручку хотят сделать себе сами. Сейчас мы все снимаем с братом. Там, через недельку выставлю потом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.